Прошло два-три дня, и вот зеленую штору на входе откинули несколько посетителей, сразу же напомнивших вере тех первых в джинсовых куртках, с которых все и началось. Только эти были в коже и еще румяне, а в остальном вели себя так же, как те. Медленно ходили по помещению, тщательно оглядывали все вокруг. И вскоре Вера узнала, что туалет закрывают, и теперь здесь будет комиссионный магазин. Ее так и оставили уборщицей, а на время ремонта даже дали оплачиваемый отпуск. Вера хорошо отдохнула и перечитала некоторые книги по селепсизму, до которых никак не доходили руки. А когда она в первый раз вышла на новую работу, уже ничего не напоминало ей о том, что в этом месте когда-то был туалет. Теперь справа от входа начинался длинный стеллаж, где продавались всякие мелочи. Дальше, там, где раньше были писсуары, помещался длинный прилавок с одеждой, а напротив стойка с радиоаппаратурой. В дальнем конце зала висели зимние вещи, кожаные плащи и куртки, дубленки и женское пальто, и за каждым прилавком теперь стояла продавщица. Работы стало намного меньше, а денег просто уйма. Теперь Вера ходила по помещениям в новом синем халате, вежливо раздвигала толпящихся посетителей и протирала сухой фланелевой тряпочкой стекла прилавков, за которыми новогодней разноцветной фольгой «все мысли веков, все мечты, все миры», — тихонько шептала Вера, мерцали жевательные резинки и презервативы, отсвечивали пластмассовые клипсы и броши, мерцали очки, зеркальца, цепочки и карандашики. Затем во время обеденного перерыва надо было вымести грязь, которую на своих башмаках принесли посетители, и можно было отдыхать до самого вечера. Теперь музыка играла круглый день, иногда даже несколько музык. А вонь исчезла, о чем Вера с гордостью сообщила зашедшей как-то через дверь в стене маняши. Та поджала губы. Боюсь, все не так просто. Конечно, с одной стороны мы действительно создаем все вокруг себя, но с другой мы сами просто отражение того, что нас окружает. Поэтому любая индивидуальная судьба в любой стране – это метафорическое повторение того, что происходит со страной. А то, что происходит со страной, складывается из тысяч отдельных жизней. «Ну и что?» – не поняла Вера. «Какое отношение это имеет к разговору?» «А такое!» – сказала маняша. «Ты же говоришь, что вонь пропала!» «А она не пропадала вовсе. И ты с ней еще столкнешься». С тех пор, как мужской туалет перенесли на маняшину половину и объединили с женским, маняша сильно изменилась. Стало меньше говорить и реже заглядывать в гости. Сама она объясняла это достигнутой уравновешенностью инь и ян. Но Вера в глубине души считала, что дело в большем объеме работ по уборке и в зависти к ее веренному новому образу жизни. Зависти, прикрытой внешней философичностью. При этом Вера совсем не думала о том, кто научил ее всему необходимому для осуществления метаморфозы. Маняша, видимо, почувствовала изменение веренного отношения к ней, но отнеслась к этому спокойно, как к должному, и просто реже стала заходить. Вскоре Вера поняла, что маняша была права. Произошло это так. Однажды она, разгибаясь от витрины, краем глаза заметила что-то странное. Вымазанного говном человека. Он держался с большим достоинством, и двигался сквозь раздавшуюся толпу к прилавку с радиоаппаратурой. Вера вздрогнула и даже выронила тряпку. Но когда она повернула голову, чтобы как следует рассмотреть этого человека, оказалось, что с ней произошел обман зрения. На самом деле на нем просто была рыжекоричневая кожаная куртка. Но после этого случая такие обманы зрения стали происходить все чаще и чаще. То Вере вдруг мерещилось, что на застекленном прилавке разложены мятые бумажки, и надо было несколько секунд внимательно глядеть на него, чтобы увидеть нечто другое. То ей начинало казаться, что дорогие в три-четыре советские зарплаты каждой флаконы со сказочными названиями, стоящие на длинной полке за спиной продавщицы, недаром находятся в том самом месте, где раньше бодро журчали писсуары. И само название «туалетная вода», выделенное красным фломастером на картонке, вдруг приобретало эвфемический смысл. За стенами теперь почти все время что-то тихо, но грозно рокотало, как будто тихо шептал какой-то исполин. Звук был негромким, но рождал ощущение невероятной мощи. Вера стала присматриваться к новым посетителям. Сначала стали заметны странности с их одеждой. Некоторые вещи, надетые на них, упорно выдавали себя за говно. Или наоборот, размазанное по ним говно упорно выдавало себя за некоторые вещи. Лица многих были вымазаны говном в форме черных очков. Оно покрывало их плечи в виде кожаных курток и джинсами облегало ноги. Все они были вымазаны в равной степени. Трое или четверо были покрыты полностью с ног до головы, а один в несколько слоев. К нему народ подходил с наибольшим почтением. Вокруг крутилось множество детей. Один мальчик очень напоминал Вере ее брата, когда-то утопленного в пионерлагере, и она внимательно следила за тем, что с ним происходит. Сначала он просто сообщал покупателям, у кого из обмазанных говном они могут купить ту или иную вещь. И даже сам подлетал ко входящим и спрашивал, что нужно. Вскоре он уже продавал какую-то мелочь сам. А однажды днем, Вера, переставляя по полу ведро по направлению к прилавку с огромными черными кусками говна, со строгими японскими именами, подняла глаза и увидела его сияющее счастьем лицо. Посмотрев вниз, она увидела, что его ноги, на которых раньше были ботинки, теперь густо вымазаны тем же самым, чем было покрыто большинство стоявших вокруг. Чисто инстинктивным движением она провела по ним тряпкой, а в следующий момент мальчик довольно грубо отпихнул ее. «Под ноги надо смотреть, дура старая!» сказал он и продемонстрировал ей вынутый из кармана кукиш, который после секундного размышления переделал в кулак. И вдруг Вера поняла, что пока она управляла миром, к ней пришла старость, и впереди теперь только смерть. Уже давно Вера не видела маняшу. Отношения между ними стали в последнее время значительно холоднее, и дверь в стене, ветшая на маняшу наполовину, уже долго не отпиралась. Вера стала вспоминать, при каких обстоятельствах обычно появлялась маняша. И оказалось, что единственной вещью, которая можно было сказать на этот счет, было то, что иногда она просто появлялась. Вера стала вспоминать историю их отношений. И чем дольше она вспоминала, тем крепче становилось в ней убеждение, что во всем виновата именно маняша. Хотя чем было это все, она вряд ли сумела бы сказать. Но она решила отомстить и стала готовить гостиниц встречи с маняшей, так и называя то, что она приготовила, гостинцам. И даже про себя, не давая вещам настоящих имен, словно маняша из-за стены могла прочесть ее мысли, испугаться и не прийти. Видно, маняша ничего из-за стены не прочла, потому что однажды вечером она появилась. Выглядела она усталой и неприветливой, что Вера автоматически объяснила про себя тем, что у маняши очень много работы. Забыв до поры свои планы, Вера с недоумением и страхом рассказала про свои галлюцинации. Маняша оживилась. «Это как раз понятно», сказала она. «Дело в том, что ты знаешь тайну жизни, поэтому способна видеть метафизическую функцию предметов. Но поскольку ты не знаешь ее смысла, ты не в состоянии различить их метафизической сути. Поэтому тебе кажется, что то, что ты видишь, галлюцинаций. Ты пыталась объяснить это сама? Нет», сказала подумав Вера. «Очень трудно понять. Наверное, что-то такое превращает вещи в говно. Некоторые превращает, а некоторые нет». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Поняла, кажется. Сами-то по себе они не говно, эти вещи. Это когда они сюда попадают, они им становятся, или даже нет. То говно, в котором мы живем, становится заметным, когда попадает на них. Вот это уже ближе, сказала маняша. Ой, господи, а я-то думаю, картины, музыка, вот дура. А вокруг на самом деле туалет. Какая ж тут музыка может быть? А кто виноват? Ну, насчет говна понятно, вентиль коммунисты открыли. В каком смысле, спросила маняша. А и в том, и в этом. Нет, если кто и виноват, так это, маняша, ты. Закончила вдруг Вера и нехорошо посмотрела на бывшую уже подругу. Так нехорошо, что та даже сделала шажок назад. Почему же я? Я, наоборот, столько раз тебе говорила, что все эти тайны никакой пользы тебе не принесут, Пока ты со смыслом не разберешься. Вера, ты что? Вера, глядя куда-то вниз и в сторону, пошла на маняшу. Та стала пятиться от нее прочь. И так они дошли до неудобной узкой дверцы, ведшей на маняшину половину. Маняша остановилась и подняла на Веру глаза. «Вера, что ты задумала?» «А топором тебя хочу!» Безумно ответила Вера и вытащила из-под халата свой страшный гостиниц с гвоздодерным выростом на обухе. Прямо по косичке, как у Федора Михайловича. «Ты, конечно, можешь это сделать», — нервничая сказала маняша, — «но предупреждаю, тогда мы с тобой больше никогда не увидимся». «Да это уж я сообразить могу, не такая дура!» Замахиваясь, вдохновенно прошептала Вера и силой обрушила топор на маняшину седую головку. Раздался звон и грохот, и Вера потеряла сознание. Придя в себя от рокота за стеной, она обнаружила, что лежит в примерочной кабинке с топором в руках, а над ней в высоком, почти в человеческий рост зеркале зияет дыра, контурами похожая на огромную снежинку. «Есенин», — подумала Вера. Самым страшным ей показалось то, что никакой двери в стене, как оказалось, не было. И непонятно было, что делать со всеми теми воспоминаниями, где эта дверь фигурировала. Но даже это уже не имело никакого значения. Вера вдруг не узнала саму себя. Казалось, какая-то часть ее души исчезла. Часть, которую она никогда раньше не ощущала и почувствовала только теперь, как это бывало с людьми, которых мучают боли в ампутированной конечности. Все вроде бы осталось на месте, но исчезло что-то главное, придававшее остальному смысл. Вере казалось, что ее заменили плоским рисунком на бумаги, и в ее плоской душе поднималась плоская ненависть к плоскому миру вокруг. «Ну, погодите», — шептала она, никому особо не обращаясь, — «я вам устрою». И ее ненависть отражалась в окружающем. Что-то содрогалось за стенами, и посетители магазина или туалета, или просто подземной ниши, где прошла вся ее жизнь. Вера ни в чем теперь не была уверена. Иногда отрывались от изучения размазанного по прилавкам говна и испуганно оглядывались по сторонам. Какая-то исполинская сила давила на стены снаружи, что-то гудело и дрожало за тонкой выгибающейся поверхностью, как будто огромная ладонь сжимала картонный стаканчик, на дне которого сидела крохотная Вера, окруженная прилавками и примерочными кабинками, сжимала пока не сильно, но в любой момент могла полностью сплющить всю Верину реальность. И однажды, ровно в девятнадцать сорок, как раз тогда, когда Вера думала, что три одинаковых куска говна на полке секции бытовой электроники зелеными цифрами показывают год ее рождения, этот момент настал. Вера с ведром в руке стояла напротив длинной стойки с одеждой, где вперемешку висели дубленки, кожаные плащи и похабные розовые кофточки, и рассеянно смотрела на покупателей, щупающих такие близкие, одновременно недостижимые рукава и воротники, когда у нее вдруг сильно кольнуло в сердце. И тут же гудение за стеной стало невыносимо громким. Стена задрожала, выгнулась, треснула, и из трещины, опрокинув стойку с одеждой, прямо на закричавших от ужаса людей, хлынул отвратительно черно-коричневый поток. «Ах!» — успела выдохнуть Вера, а в следующий момент ее подняла с пола, крутанула и сильно ударила о стену. Последним, что сохранило ее сознание, было слово «карма», написанное крупными черными буквами на белом фоне, тем же шрифтом, каким печатают названия газеты «Правда». В себя она пришла от другого удара, уже слабого, а какие-то прутья. Прутья оказались ветками высокого старого дуба, и Вера в первый момент не поняла, каким образом ее только что стоявшую на знакомом до последней кафельной плитке полу могло вдруг ударить о какие-то ветки. Оказалось, что она плывет вдоль Тверского бульвара в черно-коричневом зловонном потоке, плещущем уже в окна второго или третьего этажа. Она оглянулась и увидела над поверхностью жижи что-то вроде горы, образованной бьющим снизу потоком точно в том месте, где раньше был ее подземный ход. Течение несло веру вперед в направлении Тверской. Уровень жижи поднимался со сказочной быстротой. Двух-трехэтажные дома по бокам бульвара были уже не видны, а огромный уродливый театр теперь напоминал гранитный остров. На его крутом берегу стояли три женщины в белых кисейных платьях и белогвардейский офицер из-под приставленной колбу ладони, глядящей вдаль. Вера поняла, что там только что давали трех сестер. Ее уносило все дальше. Мимо нее проплыла детская коляска с изумленно глядящим по сторонам младенцем в синей шапочке с большой пластмассовой красной звездой. Потом рядом оказался угол дома, увенчанный круглой башенкой с колоннами, на которой двое жирных солдат в фуражках с синими околышами торопливо готовили к стрельбе пулемет. И, наконец, течение вынесло ее на почти затопленную Тверскую и повлекло в направлении далеких сумрачных пиков с еле видными рубиновыми пентаграммами. Поток теперь несся намного быстрее, чем несколько минут назад. Сзади и справа над торчащими из черно-коричневой лавы крышами виден был огромный в полнеба грохочущий гейзер. К его шуму присоединилось еле различимое стрекотание пулемета. «Блажен, кто посетил сей мир!» шептала Вера в его минуты роковые. Она увидела плывущий рядом земной шар и догадалась, что это глобус из стены центрального телеграфа. Она подгребла к нему и ухватилась за Скандинавию. Видно, вместе с глобусом из стены телеграфа вырвало и электромотор, который его крутил, и теперь он придавал всей конструкции устойчивость. Вера со второй попытки вскарабкалась на синий купол, уселась на выделенное красным государство трудящихся и огляделась. Где-то вдалеке торчала Останкинская телебашня. Еще были видны, похожие на острова, крыши, а впереди медленно наплывала как бы несущаяся над водами красная звезда. Когда Вера приблизилась к ней, ее нижние зубья уже погрузились. Вера ухватилась за холодное стеклянное ребро и остановила свой глобус. Рядом с его бортом, на поверхности жижи, покачивались две солдатские фуражки и сильно размокший синий галстук в мелкий белый горошек. Судя по тому, что они почти не двигались, течение здесь было слабым. Вера еще раз оглянулась по сторонам. Удивилась было той легкости, с которой исчез огромный, многовековой город. Но сразу же подумала, что все изменения в истории, если они и случаются, происходят именно так, легко и как бы сами собой. Думать совершенно не хотелось, хотелось спать. И она прилегла на выпученную поверхность СССР, подсунув под голову мозолистый от швабры кулак. Когда она проснулась, мир состоял из двух частей. Предвечернего неба и бесконечно ровной поверхности, в сумраке ставшей совсем черной. Ничего больше видно не было. Рубиновые пентаграммы давно ушли на дно и были теперь бог знает, на какой глубине. Вера подумала об Атлантиде. Потом о луне и ее девяносто шести законах. Но все эти уютные старые мысли, внутрь которых вчера еще душа так приятно сворачивалась в калачик, теперь были неуместны. И Вера опять задремала. Сквозь дрему она вдруг заметила, как вокруг тихо. Заметила, потому что послышался тихий плеск. Он долетел с той стороны, где над горизонтом возвышался величественный красный холм заката. К ней приближалась надувная лодка, в которой стояла высокая и широкоплечая фигура в фуражке с длинным веслом. Вера приподнялась на руках и подумала, вглядываясь в приближающегося, что она на своем глобусе, похоже, должна быть на аллегорическую фигуру и даже поняла на аллегорию чего. Самой себя, плывущей на шаре с сомнительной историей по безбрежному океану бытия. Или уже не бытия. Но никакого значения это не имело. Лодка подплыла, и Вера узнала стоявшего в ней. Это был маршал под Мирсуп. «Вера», — сказал он с сильным восточным акцентом, «ты знаешь, кто я такой?» В его голосе было что-то ненатуральное. «Знаю», — ответила Вера, «кое-чего читала. Я уже все поняла давно. Только вот там было написано про туннель, что должен быть какой-то туннель». Туннель можно. Вера почувствовала, что часть поверхности глобуса, на котором она сидела, открывается внутрь, и она падает в образовавшийся проем. Это произошло очень быстро, но она все же успела уцепиться руками за край этого проема и стала яростно дрыгать ногами, стремясь найти опору. Но под ногами и по бокам ничего не было, только темная пустота, в которой дул ветер. Над ее головой оставался кусок грустного вечернего неба в форме СССР. Ее пальцы изо всех сил вжимались в южную границу. И этот знакомый силуэт, всю жизнь напоминавший чертеж бычьей туши со стены мясного отдела, вдруг показался самым прекрасным из всего, что только можно себе представить, потому что кроме него не оставалось больше ничего вообще. Из прекрасного мимолетного мира, который уходил навсегда, донесся плеск, и тяжелое весло ударило Веру сначала по пальцам правой, а потом по пальцам левой руки. Светлый контур Родины завертелся и исчез где-то далеко внизу. Вера почувствовала, что парит в каком-то странном пространстве. Это нельзя было назвать падением, потому что вокруг не было воздуха, и, что самое главное, не было ее самой. Она попыталась увидеть хоть часть собственного тела и не смогла, хотя там, куда она поворачивала взгляд, положено было находиться ее рукам и ногам. Оставался только этот взгляд. Но он не видел ничего, хотя смотрел, как с испугом поняла Вера, сразу во все стороны, так что поворачивать его не было никакой необходимости. Потом Вера заметила, что слышит голоса, но не ушами, а просто осознает чей-то разговор, касающийся ее самой. Тут одна с селепсизмом на третьей стадии, сказал как бы низкий и ракочущий голос. Что за это полагается? Селепсизм, переспросил другой голос, как бы высокий и тонкий. За селепсизмом ничего хорошего. Вечное заключение в прозе социалистического реализма в качестве действующего лица. Там уже некуда, сказал низкий голос. А в казаки к Шолохову? С надеждой спросил высокий. Занято. А может, в эту, как ее увлеченно заговорил высокий голос, военную прозу каким-нибудь двухобзацным лейтенантом НКВД, ну, чтоб только выходила из угла, вытирая пот со лба и пристально вглядывалась в окружающих. И ничего нет, кроме фуражки, пота и пристального взгляда. И так целую вечность, а? Ну, говорю же, все занято. Так что же делать? А пусть она сама нам скажет, пророкотал низкий голос в самом центре веренного существа. «Эй, Вера, что делать?» «Что делать?» переспросила Вера. «Как что делать?» Вокруг словно подул ветер. Это не было ветром, это напоминало его, потому что Вера почувствовала, что ее куда-то несет, как подхваченный ветром лист. «Что делать?» По инерции повторила Вера и вдруг все поняла. «Ну!» ласково прорычал низкий голос. «Что делать?» С ужасом закричала Вера. «Что делать?» «Что делать?» Каждый из ее криков усиливал это подобие ветра. Скорость, которой она неслась в пустоте, становилась все быстрее. А после третьего крика она ощутила, что попала в сферу притяжения некоего огромного объекта, которого до этого крика не существовало, но который после крика стал реален настолько, что Вера теперь падала на него, как из окна на мостовую. «Что делать?» крикнула она в последний раз, со страшной силой врезалась во что-то и от этого удара заснула. И сквозь сон донесся до нее бубнящий, монотонный и словно какой-то механический голос. «Место помощника управляющего я выговорил себе вот какое условие, что я смогу вступить в должность, когда захочу, хоть через месяц, хоть через два, а теперь я хочу воспользоваться этим временем, пять лет не видал своих стариков в Рязани, съезжу к ним. До свидания, Верочка, не вставай, завтра успеешь. Спи». Двадцать седьмое. Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, муж и Маша уже набивали вещами два чемодана.